а вот магниты значит магниты тоже достаточно проблемно найти хорошие качественно эти мне понравились от этими поработаем что будем делать что здесь было сделано да ничего то есть магниты закреплены на ровно плоском основании больше ничего приклеены к поверхности и все и сейчас без всякого разделительного слоя без ничего при помощи той же самой кисти которые мы работали замешиваю 100 грамм и при помощи кисти наношу на поверхность магнитов силикон и так та же самая кисть силиконе продолжаем наносим на поверхность наших магнитов тонкий слой небольшой силикона чтобы пузыри воздуха смогли выйти если даже они там образуются магниты имеют очень текстурную поверхность мелкий детализованный рисунок много мелких деталей если появится хотя бы малейшие пузырьки воздуха это скажется на качестве отливок каждый раз убирать зачищать этот пузырек если его возможно будет убрать и зачистить с поверхности магнита не до время так что сразу делаем хорошо и качественно замакиваем промазываем смотрим за пузырями вот так сломанно смотри потому что что толщина нашей силиконовой формы должна получиться приблизительно около пяти семи миллиметров форма должна быть эластичная она будет без жесткого кожуха мы обязательно про армируем марлей чтобы она имела свою жесткость но это будет где-то на четвертом слое то есть до этого момента мы этого всего делать не будем даже пузырить что-то не лопаются отливать эти магниты будем из полистована технология нехитрая похоже на производство наших силиконовых форм обычных для копилок все принципе то же самое на место что надо очень внимательно посмотреть за пузырьками потому что здесь на поверхности магниты это уже будет критично если станции пузырьки так все то же самое продолжим работать над магнитами что было сделано была выполнена полностью форма силиконовая форма состоит из просто одного силиконового кожуха ну да вкладыша не кожуха вкладыша толщина вкладыша сейчас одну минутку покажу ложки только одену толщина нашего силиконового вкладыша получилось где-то порядка сантиметра то есть это достаточно много и большой расход силикона то одновременно она как плюс этой формы так ее минус она достаточно тяжелая и по столу когда при заливке ерзать не будет я уже сделал первую заливку пробную так скажу результатом не совсем довольны вот толщина этой формы порядка сантиметра но большой расход силикона возможно есть смысл так делать возможно нет для сравнения вот тоже силиконовая форма для под магниты она достаточно тоненькая и это удобно весь расход силикона гораздо меньше делается она быстрее трудозатрат меньше минус ее при заливке она ерзает по столу если такая она была бы объемная пример состояла из нескольких таких да очень удобно значит чем недоволен недоволен небольшими пузырьками которые образовались попробую показать образовались процессе заливки вот видно если нет вот тут но их при покраске возможно и не будет видно но это чертовски бьет по самолюбию почему на заводе получилось сделать без пузырьков и мне нет надо сделать и как на заводе принципе качество неплохое наносил материал там по листам видно пузырек возможно его можно будет брать дальнейшем возможно нет кистью наносил сам материал на форму чтобы не было пузырьков они все-таки есть все равно попробуем второй раз посмотрим на результат если нет то он придется что-то делать с вакуумом разделительный слой никакой я не наношу все попадает в кадр до готовы тут тоже вроде все здорово замечательно но есть вот такие вот большие косички да но не совсем мелкие потому что магниты небольшие если на ладонь положу это все облой вот это вот облой он уберется шлифанец просто сейчас магнит достаточно мягкий он еще полистол не не до конца затвердел в помещении плюс 9 так не будем затягивать видео будем наносить значит и полистолом замешан стакане но это еще не до конца полистолом то полиэфирная смола и микрокальцит что плавают еще сейчас сюда добавим отвердителя тогда уже будем пробовать заливать 100 грамм добавляем 2 грамма отвердителя и перемешиваем видно получилось такой как сметанка нашел полиэфирную смолу очень доволен и раньше пытался найти такую жидко текучую чтобы она была но я почему-то не был сейчас нашел очень жиденькая проливается во все углубления и даже при такой жидкой смоле у меня почему-то получается за воздушивание хотя и наношу кистью ну первый блинком попробуем сейчас еще один съем сделать не посмотрим что получится значит перемешиваем очень качественно наш материал должен схватиться в течение 12-15 минут поэтому сильно долго тоже не мешаем течение минутки помешаем и перемешиваем не мешаем а перемешиваем перемешиваю при помощи металлической лопатки толщина лопатки 6 миллиметров у меня дальше берем кисть и сейчас раз готовить не буду обычная кисть в упаковке и прямо этой кистью берем и начинаем наносить носить поверхность наших магнитов и прям размазываем раньше я делал первый при первой заливки делал движение такие вот промакивающие так и компонирование хочу попробовать такие вот размазывающие видно нет надеюсь камеру не вижу сейчас что хочу первым делом сказать при работе с полистована полистована основе все-таки у нас полиэфирных смол они очень-очень летучий токсичные работаем средствах индивидуальной защиты обязательно перчатки обязательно маска защищаем органы дыхания и зрения и очки как уже сказал на форму никаких разделительных слоев не наносил при помощи при температуре плюс 9 помещений он все равно этот полиэфирная смола схватилась так что все работает хотя там и пишут что там должна быть температура не ниже плюс 20 градусов но сейчас холода стоят очень серьезный так 33 ночь 36 этом помещению мастерской не очень-то тепло наносим с небольшим запасом то есть материал у нас выступает за границы нашей силиконовой формы потому что материал даст усадку небольшую чтобы это компенсировать эту усадку нам надо будет нанести его чуть запасом материал наношу и ухожу из помещения что вы этой всей кантере не дышать хотя меня есть и приточная вытяжная вентиляция но включать ее сейчас не хочу потому что на улице очень холодно если сюда еще зайдет свежий морозный воздух будет совсем свежо минус этой формы одиночной то что она легкая она ездит то есть если она была бы объемная как не каталась сейчас покажу да на нашу и тут москву покажу то что надо будет потом срезать срезать чем бы будем срезать при помощи наждачками наждачку будем клеить крупно на стекло и по этой наждачке уже шоркать наши магниты водить магнитом чтобы он был ровный плоский ну в общем на 6 магнитов до 4566 магнитов залили форма маленькой кривенький вот это вот придется и выровнять при помощи вкладочки так да кто хотел показать сейчас минутку хотел показать значит следующее при отливке получается вот такой вот облой такой вот облой и где тут большой вот такой и вот такой вот видно 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 вот вот его надо будет как раз убирать на наждачной бумаге шоркатью чтобы плоскость получилась ровная придется закрепить наждачную бумагу на стекло приклеить в общем так посмотрим что покажет 2 заливка если результат будет гораздо лучше тоже озвучу покажу ну этот неплохой домашних условиях можно и так изготавливать при покраске это все не будет заметно заливал при помощи материала по листовым наносил материал кистью надежде избавиться вот на воздушных пузырей так в общем все в общем все для кого видео было полезным или у кого-то остались вопросы пишите в комментариях на самые популярные вопросы сниму видео отвечу подробно всем спасибо спасибо